Привет, меня зовут Ромрайт, и в этом уроке мы с тобой сделаем вот такие карточки для Озона и Вайлдберриса. Началось всё с того, что ко мне в руки попал вот такой вот дизайн. Соответственно, это первый дизайн человека, который он сделал самостоятельно и хотел загружать для Озона в данном случае. Мы разберёмся сейчас в первой части, что не так с этими карточками, которые сделаны самостоятельно человеком. Разберёмся, что нужно здесь исправить, почему, допустим, такие цвета делать было не надо, шрифты и так далее. Далее пройдёмся по теории и поговорим и о ней тоже, что лучше размещать, допустим, какие фотографии делать, как лучше рассказать об элементах. И уже в третьей части мы полноценно сделаем наши карточки вот в таком формате, как сейчас ты видишь на экране. Давай сразу разберёмся. Этот урок абсолютно подходит для новичков. Если ты ни разу ничего вообще не делал самостоятельно в дизайне, если ты даже не знаешь, что такое программа Figma, то всё равно заходи на урок и продолжай его смотреть сейчас, потому что здесь будет всё максимально по полочкам. Я попытаюсь рассказать тебе так, чтобы даже, не знаю, если ты компьютер ни разу в жизни не видел, а мы с тобой всё равно смогли спокойно сделать вот такие вот карточки. Давай приступать. Поехали. Но давай разберёмся вначале, а что не так с карточками, которые были в изначальной версии у человека, который их делал для своего магазина. Ну, давай посмотрим. Я даже заранее подписал для того, чтобы это всё было более понятно. Смотри, это наша главная карточка. Ну, то есть, если мы сейчас с тобой перейдём, допустим, на Озон и введём рюкзак мужской, то мы увидим, вот, вот, соответственно, карточка будет здесь. Здесь, наверное, вот такой же врывеглазный пример того, как это могло бы выглядеть, соответственно, с кучей цветов надежного качества и всего остального. Есть пример. Вот, наверное, это что-то вот так же, такое же плохое. То есть, видишь, здесь почему-то три рюкзака сделаны. Ладно, неважно. А, соответственно, почему такая карточка – это боль и почему это плохо? Ну, давай начнём с того, что вот такого размера у нас всего лишь главный товар. То есть, мы продаём рюкзак, но почему-то мы уделили, если мы сейчас возьмём вот эти вот два места с УТП, то мы им уделили сильно больше места, чем нашему рюкзаку. И почему-то у нас пустого места получается супермного. Ну, то есть, пустого места – это, в принципе, нормально. И если, допустим, у нас товар на белом фоне, давай сейчас найдём что-то такое, ну, вот, допустим, то здесь понятно, но здесь контрастный белый фон, и он очень сильно отличается от нашего товара. В данном случае, ну, понятное дело, что он контрастный, конечно, но в целом это всё равно выглядит, как какая-то каша, которая вся-вся-вся ослеплена воедино, нигде нету нормальных отступов, пустого пространства. Но это можно было бы исправить. Второе. Мне на самом деле, хотя мы можем сейчас, зайдя там на тот же самый Wildberries, увидеть дохренища иконок, которые используются, допустим, вот она, USB-порт, ноутбук и так далее. Мне не нравятся иконки, потому что для, допустим, дизайнеров, кто это смотрит, всё понятно. Для людей, которые постоянно пользуются какими-то, опять же, информационными ресурсами, ну, возможно, будет понятно. Но я всё веду к тому, что иконки непонятны абсолютно всем. В данном случае мы продаём рюкзак. Да, мы будем делать сейчас карточку для рюкзака, который стоит 12 тысяч, и он, ну, понятное дело, подходит, соответственно, и телевизор будет знать. Но на будущее всегда учитывать то, что, ну, наверное, мы же здесь не кнопки делаем, мы эти иконки делаем для того, чтобы попытаться лучше объяснить человеку. А для чего это? Мы это делаем для того, чтобы, соответственно, как-то разнообразить нашу картинку. А здесь получается, что мы давали какой-то грязи. Удобные карманы. Ну, окей, да, это действительно иконка. Причём, я так понимаю, она была создана под рюкзак изначально. Но в целом, в целом, ну, в смысле удобные карманы. Но покажите фотографию, как это выглядит. Тогда будет круче. Распределение веса. Минус 20%. Ну, опять же, почему минус 20%? Я забегаю наперёд, я, кстати, тоже не написал в своей карточке, почему именно минус 20%. Но в целом, в целом, конечно же, лучше, чтобы это всё было как-то визуализировано, не иконкой. Если мы продаём товар, который не вот эфемерный, это же не биткоин, наш товар можно сфоткать. И лучше, конечно же, это сделать. Давай дальше. Защита от карманников. Ну, замочек. Ладно, мы поняли уже. Я думаю, больше даже не требуется, чтобы всё это объяснить. Мне, кстати, не нравится, опять же, как выглядит заголовок. Потому что он почему-то... Он как бы чёрный. Наверное, если бы он был белый, было бы ещё хуже. Но в целом, эта карточка в такую ситуацию, когда непонятно вообще, почему как вот на этом фоне с вот этой дополнительной подложкой ректангла градиентной сделать какой-то нормальный заголовок. Ну, соответственно, если мы возьмём всё и объединим все ошибки этой карточки в одно целое, то мы поймём, что это мелкие нечитаемые элементы, это карточка перегружена информацией, соответственно, нашей, и маленькое фото самого товара. Мы продаём товар, и это нужно обязательно помнить. Идём дальше. Но здесь вообще непонятно, потому что как бы и Озон... Озон — это квадратная фотография, Валбрис — это прямоугольная фотография, но только прямоугольная в формате. Нам, думаю, с тобой нужно открыть Валбрис, чтобы смотреть. То есть на Валбрис, соответственно, они вот такого прямоугольного размера. Но здесь почему-то мы решили сделать прямоугольник альбомный. В целом, наверное, оно как-то и обрежется, но непонятно, в чём мы решили это сделать. Смотри, что здесь не так. Мы добавили иконки сюда, которые непонятно для чего нужны. Опять же, это означает, что мы можем вставить планшет. Я так понимаю... Блин, вот это нихеря не понятно, что такое. Если у нас планшет вот здесь, видишь, вот о чём речь. Здесь... Смотри, здесь, я так понимаю, закрывали прямоугольником какой-то контент, который был на оригинальной фотке, потому что, я так понимаю, и эта, она не была сделана с нуля. Это просто взяли фотографию из интервента и добавили на неё, там, я не знаю, условно русский текст. Соответственно, ну, как-то так. Мы поняли. Вот. И здесь как бы вес, объём, бла-бла-бла. То есть, смотри, мы могли это всё выровнять, во-первых, чтобы это всё было по левому краю, и это было бы более понятным, и наши бы глаза не бегали. Ну, то есть, то, что они бегают с этой стороны, и то, что здесь с этой стороны оканчивается текст неодинаковый, это нормально, к этому мы привыкли. Но, когда ты пишешь какой-то текст, который подразумевает, допустим, в данном случае, аж 5 строчек, точнее, 5 отдельных блоков контента, грубо говоря, то лучше, конечно, выровнять его по левому краю и добавить ему какую-то визуализацию. Вот здесь как раз иконки бы подошли, потому что вес, ну, соответственно, можно было бы, наверное, объём, но тоже, наверное, можно было бы, потому что здесь ты всё-таки фотографии, ну, непонятно какую ты вставишь. Хотя, опять же, можно вставить фотографии заполненного рюкзака, если в данном случае мы говорим о них. И давайте, соответственно, к... Ну, соответственно, если мы возьмём главные ошибки этой карточки, второй, то прямоугольное фото, непонятно почему, монотекст, в формате того, что он никак не визуализирован, и иконки никак не расшифрованы. Если они есть, то хотя бы, ну, окей, тут как бы одно к другому, то есть, ну, можно было бы так вот сделать, если уже очень хочется. Далее идём. Мы показываем наш цвет, и это, в принципе, неплохо. В цвете мы и заодно задеваем, что у нас тут есть USB-порт, хотя он и в следующем у нас почему-то отдельно указан, но к следующему, сейчас мы вернёмся. Здесь рамка, на самом деле, на самом деле, я её вначале описал как цвета, и как, ну, одна из главных ошибок этой карточки, потому что я не считаю нужным это всё как-то, но, во-первых, отступы, блин, тут можно было бы сделать что-то, хотя бы, чтобы было место свободное, но рамка, наверное, с позиции того, что мы пытаемся показать наш цвет, была бы, ну, неплохо, можно было бы её и оставить. Вот, а здесь этот прямоугольник, ректангл, он никак не выделен, я только сейчас заметил, смотри, отступ, соответственно, он у нас просто не замечен. Такое иногда, конечно, случается, но в целом, здесь прям, как будто бы никто и не пытался выравнивать это всё. Здесь можно было бы добавить тень. Далее, здесь, опять же, если мы делаем вот эту обводку серой, то можно было бы сделать и ректангл, наш серым, то есть, чтобы они сливались воедино. Ну, давай мы сейчас вот так вот сделаем пока что. Просто для того, чтобы посмотреть какие-то базовые, опять же, не правила даже, базовые принципы дизайна, соблюсти. Всё, соответственно, здесь мы и разобрались. Переходим к следующей, но здесь вообще никто не запаривался, просто фотография с Алиэкспресса, условно говоря, с какого-то, которым написано всё, что нам нужно. Но линии красные, непонятно почему, вот эта вот вырвиглазная история, ну, как бы, можно было бы сделать это какого-то более приятного цвета. Можно было бы перевести это на русский, если ты собираешься продавать на русском маркетплейсе, например. Это несложно, во-первых. И, во-вторых, обязательно следите за качеством фотографии, если вы вдруг торгуете на маркетплейсе. Да даже, либо вы, если делаете дизайн, то ваша задача сказать заказчику о том, что с твоими фотографиями что-то не так, тебе нужна автосессия, и лучше бы нам сделать её прямо сейчас, потому что это будет напрямую влиять на твои продажи, в том числе. Но здесь вот мы видим, давай мы приблизим, видишь? И давай мы, допустим, приблизим фотографию, которую я взял с официального сайта. Ну, это прямо очень сильно по детализации отличается. Да, и, кстати, очень важный момент, который, наверное, стоит уточнить и объяснить, почему я сейчас сравниваю. Это карточки для реплики, рюкзака, XD Design, а карточки в моём варианте я буду делать уже для оригинала. Здесь на самом деле есть две главных причины. Первая, то, что в данном случае это разбор дизайна подписчика, и несмотря на то, что я не приветствую там, соответственно, продажу реплик, копий и так далее, и, конечно же, там, не нужно вводить людей в заблуждение, но мы разбираем этот дизайн, потому что он достаточно интересный. И на основе этого дизайна можно очень много опыта и знаний получить, просто разбирая эти ошибки, и делая что-то новое. Но делаем на оригинальной продукции, мы карточки, ну, во-первых, потому что, соответственно, нужно лучше, лучше всегда, когда ты что-то делаешь, иметь товары с кучей контента. То есть, здесь есть два варианта. Хоть продавать реплику, это не очень хорошо, но в целом всегда можно сделать фотографии уникальные, под себя, заказать фотографа за пять тысяч, и все, и этого будет более чем достаточно. Вы за пять тысяч умудритесь снять там час, два, я не знаю, полторы тысячи за студию заплатите, и у вас будут фотографии вот такого же качества. То есть, эти фотографии, ну, наверное, кроме на белом фоне, но в целом на белом фоне можно не так дорого снять. Вот эти вот, допустим, они вам и идут в пять тысяч рублей, не больше. Возьмите вообще девочку, какую-нибудь студентку, которая только-только фотографии по-твоему первой купила и умеет хорошо в виско обрабатывать фото, условно, и этого достаточно для того, чтобы вы получили фотографии такого качества. Поэтому, соответственно, я взял Орегу, это сделано потому, что мне нужен контент, потому что мне некого его запросить, соответственно. А здесь рюкзаки одинаковые, и функционал плюс-минус одинаковый по качеству, конечно же, я уверен, будет много проблем. Но в целом, если вы там торгуете окей даже репликой, то вы всегда можете сделать свои фотографии и использовать их. А в данном случае просто у нас будет сильно больше контента. Давайте продолжать. Идем к следующему и последнему нашему объекту. Это карточка про вместительность. Опять же, но если мы посмотрим, то здесь у нас один серый цвет, смотри, здесь у нас другой серый цвет. окей, непонятно, но в целом ок. Этому мы уже не удивляемся. Идем дальше. Это, соответственно, опять же, наша подложка. Опять наша обводка. Но самое главное это качество. Во-первых, смотри, то здесь у нас предхайль обрезан, здесь он у нас обрезан, но здесь прям видно вот это вот все, историю. То есть, очень плохое качество. Это, соответственно, просто дополнительно на фотографии наложены в каком-нибудь фотошопе объекты. Здесь я снова топлю за то, чтобы показать, как это будет выглядеть непосредственно. Ну, сфотографируйте, как это будет выглядеть в вашем товаре, но не накладывайте это в формат фотошопа. Да, если нет вариантов, там, я не знаю, бюджет очень ограниченный, но я думаю, что если вы продавите на Marketplace, то у вас уже есть какой-то хотя бы бюджет, хотя бы для того, чтобы найти товары, но здесь можно найти, соответственно, дополнительно пару тысяч, чтобы правильно показать товары и они гораздо лучше продавались. Поехали дальше. Смотри, где я буду брать контент, и если ты захочешь повторить полностью весь этот дизайн, то, во-первых, ссылка будет в описании, там будет ссылка на проект в Figma, там будет, соответственно, доска со всем контентом, для того, чтобы ты мог им воспользоваться, мы с тобой будем брать, соответственно, контент с сайта производителя на английском языке, с сайта производителя на русском языке, это, кстати, очень важно, потому что, когда мы создаем контент для того же Marketplace, нам важно, чтобы человек, который смотрит на наш продукт, товар, смог ассоциировать его с себя, в данном случае речь пойдет о недешевом рюкзаке для фрилансеров, программистов и так далее, для людей, которые часто носят с собой технику, во-первых, для тех, кому нужно удобно это все сложить, вот, и поэтому здесь, соответственно, нам очень важно какие-то вещи, которые мы сможем, с которыми человек может себя ассоциировать, это, опять же, и карта тройка, это, например, и какой-то фотоаппарат, который, допустим, фотограф кладет, постоянно с собой и носит, это и ноутбук, опять же, я там, например, пока делаю все карточки, я уже задумался сам о том, чтобы купить этот портфель, пока смотрела на контент, который, соответственно, здесь есть, вот, и мы будем брать с Пинтереста какие-то дополнения, о них чуть позже расскажу, для того, чтобы мы дополнили, там, пару иконок, и так далее, здесь мы просто будем брать, допустим, вот эти вот иконки, мы возьмем, соответственно, Спинча, найдем их Спинча, но это забегая вперед, потому что, как ты понял, дизайн я уже сделал, но мы с тобой все равно его будем повторять, для того, чтобы просто не тратить твое время на какие-то мои пробы и ошибки, моя задача будет показать лишь техническую составляющую и объяснить ее, вот, соответственно, мы перетащили сюда все фотографии с официального сайта производителей, с Спинча, которые мне будут нужны, я собрал два референса, карточек для Вайлбриса, здесь я взял риф на робот-пылесос, то есть мы взяли вот эти вот карточки, но здесь это сделано иконками, но здесь, кстати, эти иконки неплохо выглядят, то есть и информация выглядит вполне себе читаемой, вот, я взял это, и я взял вот такой вот, опять же, референс, которым я, кстати, вроде бы даже ни разу и не воспользовался, когда в итоге делал свое изображение, где брать референсы, если ты делаешь карточки для маркетплейса, давай заходить на Behance, ссылка будет в описании, вот, соответственно, я уже проверял, вводишь здесь карточки для зон, карточки для зон, инфографика в Альберис, условно, и так далее, кто как это называет, и здесь все будет, то есть, опять же, мы, допустим, заходим, здесь не все всегда хорошо, но, в принципе, тут как бы на вкус цвет, всегда можно найти что-то, что тебе понравится, можно найти что-то, что, возможно, и ты, ни разу не сидевший за ноутбуком, сделаешь лучше, здесь как бы вариантов много, то есть, опять же, это отличный пример, где ты можешь повдохновляться, взять что-то для себя, как пример, то есть, я, допустим, здесь я брал компоновку, мне было интересно, как, соответственно, сделана компоновка этих элементов, то есть, не с тем, что я все равно переделал, и тебе советую все равно всегда, как ты пытайся дополнить дизайн, это очень важная история, потому что, именно дополняет, и пытаешься развиваться, и, возможно, улучшаешь то, что ты скопировал, и, соответственно, я здесь выписал УТП, все, которые у нас есть, уникальные торговые предложения, ну, то есть, давай мы сейчас быстро про ним пройдемся, это будет важно в контексте того, на какой контенте, на какой информации я буду строить свои карточки, ну, то есть, защита от каш, то, что у нас есть, молния, которая, соответственно, которую просто так не расстегнуть, у нас есть защита от порезов, специальный материал, который, соответственно, имеет пять слоев, и его сложно порезать, безопасность ночи, в плане того, что у нас светоотражающие огоньки, которые помогут машине не сбить на, USB-порт для зарядки, но мы, кстати, опять же, забегая вперед, практически при него напишем, там совсем маленькую плашечку добавим, для того, чтобы просто она была, потому что тут нету поворбенка в комплекте, и как бы там USB-порт, в то время, когда почти у всех уже ТПС есть. распределение веса, это важная история, если ее правильно описать, это очень сложно, опять же, правильно описать, потому что здесь нужно много текста, и это все-таки не для фотографии, в случае с Азоном, я бы такую вещь обязательно добавлял в Rich Content, потому что она крутая, Rich Content, это, соответственно, когда ты делаешь описание в формате лендинга, я не знаю, там можно добавить фотографию, текст и прочее, это обязательно история под Rich Content была бы, и для своего товара тоже ищи всегда какие-то вот такие вот УТП, которые можно хорошо описать, с которыми будет очень легко себя ассоциировать, потому что я, когда смотрю, допустим, на распределение веса, я понимаю, что мне это суперполезная фича, потому что я там пять лет ношу с собой ноутбук 24 на 7, и я специально покупаю себе постоянно Mac 13 дюймов, потому что он легкий, и я просто я не могу брать с собой прям взять себе там 15 дюймового ноутбук условно, потому что он будет очень тяжелый и я не смогу с ними нормально ходить ну, точнее, смогу, но это будет нелегко такие вещи будут цеплять и многие должны найти в этом описании себя и таким образом мы увеличим шанс на то, что они это все купят далее большая вместимость и здесь соответственно история про то, что множество карманов, отсеков и можно сделать этот рюкзак открыть там полноценно то есть это тоже важная история и то, как он выглядит внутри это то, что у нас соответственно есть специальные карманы для быстрого доступа на внутренней стрельнямке и по нашу конструкцию соответственно это я уже сказал все с описанием мы закончили сейчас мы быстро давай приближимся по нашим карточкам которые я уже сделал быстро буквально для того, чтобы мы могли понять, что мы будем с тобой делать и буквально через минуту начинаем итак смотри я на самом деле не особо определился с первой карточкой но и на самом деле здесь всегда нужно тестировать вначале попробовать допустим вот эту потом вот эту посмотреть статистику marketplace и уже выбрать после этого то, что нам понравится но в итоге эту в главную поставил потому что она мне больше понравилась по контенту смотри обводка, которая здесь есть она нужна просто для того, чтобы ты отличал карточку от фона потому что они плюс-минус похожие вот а ее на самом деле не будет то есть что у нас на первой фотографии что мы видим мы видим наш фотографию в хорошем качестве мы видим название рюкзака точнее его конкретную марку мы видим логотип производителя в данном случае производитель известный он нам важен и мы видим заголовок городской рюкзак соответственно это мы все берем грубо говоря по классике если производитель известный мы его добавляем если марк известный мы ее добавляем ну и соответственно заголовок там уже соответственно нужно тестить вот что я говорил когда имел ввиду что иконки это не то когда вы можете визуализировать какую-то часть вашего контента ну то есть если мы говорим допустим если мы пишем защита от краш ну мы можем показать что соответственно у нас документы могут находиться за спиной и вряд ли кто-то за спину вам залезет здесь смотри у меня здесь белые части которые можно было бы сделать допустим если мы возьмем обрезку мы бы могли это все сделать вот так вот ну то есть чтобы у нас не было белого и тогда все будет более-менее а не с вот этими краями соответственно но мне больше я здесь больше сделал акцент на смысле чтобы всем было понятно что это находится именно за спиной для этого все-таки я подумал что лучше будет чтобы это все было обрезано человек просто понятнее отделение для карт тоже обязательно важный вариант карты тем более вторая с картой тройка это супер важная история потому что ну я уверен что тут большинство целевая аудитория это Москва Питер соответственно всем кто знает что такое карта тройка вряд ли люди там из бога на 50 тысяч человек будут заказывать себе наш рюкзак вот далее идем удобное хранение здесь мы уже какую-то фотографию добавляем про то как у нас это все выглядит для того чтобы человек мог посмотреть и понять соответственно что это мое например запакуйте два далее идем большая вместимость это отдельная карточка которую мы соответственно делаем отдельно где мы показываем то что мы можем использовать как для работы вмещая сюда технику так и для отдыха для того чтобы человек мог понять а окей там допустим я даже про себя скажу я в отдых езжу только с рюкзаком и вот в прошлый раз я упорвал потому что места не хватило и не смог все правильно запаковать вот здесь я смотрю и я понимаю что окей я там в большинстве случаев 360 дней ношу вот так вот рюкзак а остальные 5 вот так вот я хочу носить его и как бы мне это супер важно соответственно человек сразу может ассоциировать себя я уже миллион раз сказал эту фразу но она будет периодически повторяться потому что это одна из основ того как нужно делать описание товара как нужно делать дизайн карточки и как его правильно преподносить далее мы здесь же пишем то что он открывается под тремя разными углами и тоже важная история для того чтобы опять же если мы едем в какую-то поездку чтобы нам было проще вещи запаковать если мы фотограф идиограф то тоже и вот здесь вот уже иконка очень нужна я бы на самом деле фотографию в том числе возможно сделал просто фотографию очень-очень сложно было найти как итог как ты понимаешь я не справился сфотографировать самому нет возможности потому что мы делаем товары из интернета вот и соответственно я нашел иконку на пинтересте которую и мы использовали защита от краж здесь у нас соответственно опять же отдельно здесь мы показывали как выглядят документы здесь мы уже добавили фотографию где у нас планшет так же само находится сзади спины и подписываем о том что что соответственно здесь скрытая молния которую соответственно так быстро не найти чтобы что-то спереть в основном отделении у нас отделение для карт в лямке и у нас отделение за спиной есть далее мы уже показываем фотографии нашего товара и в данном случае я считаю очень важным сделать то чтобы что-то из того что мы показываем это была фотография ну то есть если мы сейчас зайдем и проанализируем и сделаем анализ того что у нас есть на озоне например то мы посмотрим что большинство то на самом деле это не фотки а на белом фоне но рюкзак все-таки является частью нашего гардероба давайте так это назовем то есть это конечно не одежда но он ее дополняет и когда мы продаем товар допустим там рюкзак для девушек вот здесь допустим если мы сейчас прелистаем мы увидим отличный пример того как человек может ассоциировать себя с товаром ну вот допустим то хотелось бы конечно видеть как он будет сочетаться с моей одеждой с моим ростом с моим телосложением и фотография отлично подходит в данном случае то есть если мы продаем одежду какие-то аксессуары рюкзак мы тоже давай сумки соответственно то мы обязательно добавляем фотографии на 100% сконвертит больше плюс здесь же история про то что допустим наш рюкзак он в основном для мужчин там 90% я уверен целевой аудитории это мужчины и нам очень легко там сфотографировать мужчину поставить его для того чтобы опять же мы могли сразу показать человеку как вообще он будет с ним выглядеть здесь вот этот же пример с девушкой это наверное лучше фотография которая 100% сделана просто на портретный снимок айфона но это не важно потому что она показывает самое главное девушке а как вообще этот портфель будет с моей кофточкой смотреться и в последней карточке мы просто берем фотографию и дополняем какие-то сюда штуки которые нам не удалось соответственно вместить которым просто не хотелось отдавать место на целую карточку ну вроде бы вписать нужно здесь я единственное что не сделал смотри у нас здесь кепка соответственно вот эта вот плашка висит над кепкой мы сделаем элемент такое углубление поэтому мы кепку человека поставим поверх вот этой плашки для того чтобы соответственно это лучше выглядело все здесь мы разобрались теперь давай приступать будем потихоньку к созданию карточек ну а если не хочешь создавать то ты всегда можешь написать мне в telegram ссылка в описании и на экране сейчас ты ее тоже видишь и заказать соответственно карточки для своих товаров дизайнах и наполнения самое главное что нужно будет скачать и что мы будем использовать это приложение фигма фигма это приложение для дизайна которые соответственно мы будем использовать просто пишем в яндексе фигма переходим по первой ссылке это полностью бесплатное приложение то есть мы регистрируемся и после скачиваем это все нажимаем на продукт и переходим в долг здесь уже у нас есть варианты как мы все можем скачать нам соответственно нужно desktop app и выбирай просто у тебя macbook либо windows и соответственно скачивай тебе нужно будет прийти в простую регистрацию после ты заходишь в фигма для этого нажимаем на иконку домой здесь нажимаем new design файл этого всего у тебя соответственно в начале не будет и попадаем в наш новый проект которым мы и будем пользоваться у меня такой проект уже есть я соответственно нахожусь в нем и давай разберемся с основным функционалом который мы здесь будем использовать соответственно здесь у нас есть вариант выбрать move то есть обычную нашу стрелку и scale к нему мы вернем слегка попозже но грубо говоря он пропорционально увеличивает либо уменьшает наш объект здесь у нас есть раздел frame и slice соответственно frame это наша рабочая область именно в frame создается весь дизайн а slice это соответственно когда нам нужно в одном frame при экспорте то есть когда мы будем скачивать наше изображение сделать допустим 4 ровных изображения далее идем здесь в третьем элементе у нас находятся фигуры ректангл квадрат line линия arrow стрелочка соответственно эллипс круг полигон треугольник этим мы всем не будем пользоваться и здесь же можно загрузить изображение но изображение можно загрузить и просто перенесать его соответственно в фигму далее идем здесь у нас инструмент пера и карандаш мы им тоже в данном уроке пользоваться не будем но на будущее для чего у нас первое нужно это для того чтобы создать какие-то кривые уникальные линии далее текст соответственно когда мы можем его добавлять здесь у нас справа его настройки имеются к ним мы попозже вернемся эта штука нужна для того чтобы если у тебя windows я например работаю с mac с тачпадом и перемещаюсь по экрану просто двумя пальцами на тачпаде но если у тебя windows то соответственно нажимаешь эту штучку и перемещаешься для твоего удобства если это можно так назвать далее комментарии это нам все дальше не нужно создаем новый фрейм для этого нажимаем горячую клавишу F и здесь мы соответственно делаем его давай посмотрим что у нас было 1200 на 1200 отлично давай его назовем допустим card1 для того чтобы нам было понятнее и разберемся что мы будем здесь делать за элементом то есть соответственно нам нужно будет добавить наш фон он у нас не совсем белый он у нас серый и если приблизить то мы видим здесь текстуру города в данном случае просто какого-то дома далее по элементам логотип соответственно текстура города серый цвет портфель эллипс и дополнительно соответственно у нас рекламу в котором фотография и текст то есть все на самом деле максимально просто всегда главное помнить о том что важна в первую очередь компоновка и не нужно никогда нагромождать там миллион разных элементов когда соответственно основная часть твоего дизайна просто что ты умудрился не знаю 50 элементов в одном квадрате разместить нет у нас будет все минималистично достаточно и хорошо скомпоновано для того чтобы любому пользователю было удобно когда он обратит на нашу карточку ее просматривать читать соответственно какой-то контент на ней и считывать поехали логотип я возьму отсюда потому что он у меня отдельно не был сохранен давай мы его сейчас сразу и добавим зажав клавишу alt мы смотрим какие отступы у нас по краям соответственно то есть смотри если бы ты вообще в первый раз примет то есть вот эта вот серая часть это общая область соответственно которая всего проекта по ней мы можем привязать все что угодно а frame это соответственно наш файл который мы потом будем экспортировать в данном случае нам нужно квадратное изображение мы создаем квадратный frame и в нем уже потом все добавляем для того чтобы у нас получилась квадратная картинка в итоге с нашим дизайном надеюсь такое объяснение будет понятно вот создаем соответственно дизайн далее мы добавляем нашу текстуру для того чтобы добавить текстуру мы будем пользоваться плагином плагины в фигме это супер важная вещь одна из самых основных почему эта программа считается одной из лучших на мой взгляд мы будем пользоваться плагином unsplash я покажу один раз как устанавливать плагины и в дальнейшем когда я буду к какому-то из них возвращаться твоя задача будет просто либо же открыть вот этот вот тайм-код либо же по памяти это все очень легко соответственно установить его самому нажимаем на клавишу дом нажимаем здесь соответственно на свое имя переходим в вкладку комьюнити здесь мы пишем допустим в данном случае мы будем использовать unsplash это плагин для того чтобы скачивать фотографии напрямиком из прямиком из фигмы никуда не переходя ни в какой браузер отдельно давай соответственно вот это вот выберем и здесь будет синяя кнопка установить у меня он уже установлен поэтому я просто захожу назад на широк нажимая правой кнопкой мыши захожу в плагин у тебя если ты в первый раз здесь он будет один у меня просто соответственно установлены в примерно миллион поэтому ты можешь нажать правой кнопки мыши выбрать плагин и нажать здесь unsplash я же из-за того что их миллион предпочитаю писать unsplash в поиске. Поиски я открываю по горячим клешам Command слэш для мака и Control слэш для Windows. Нажимаем. Нажимаем здесь. Важный момент, что искать лучше на английском, потому что просто больше контента будет. Давай мы что-нибудь выберем уникальное в данном случае. Ну то есть для чего нужна на Splash? Это не уродские фотографии для твоего проекта. Плюс сейчас бесплатные лицензии. То есть ты их можешь полноценно под себя использовать и ничего отязать не будет. Так, ладно, давай попробуем ввести москру. Думаю, я именно фотографии брал. Ну давай вот это вот и возьмем, соответственно. Мы ее вставляем. Как видишь, она у нас не вставилась в фрейм. Она поверх него и вот здесь вот, соответственно, в слоях, слои у нас находятся слева, это видно. То есть вот он фрейм, который такой решеточкой показан. И все, что в нем, соответственно, через небольшой отступ показывается. Фотография у нас сверху. То есть мы что делаем? Мы можем сделать вот так вот и просто перенестить ее во фрейм. Либо же мы можем эту фотографию перетащить и она сама автоматически сюда наложится. То есть давай мы сделаем что-то такое. Далее, давай мы сделаем режим наложения. Это у нас где лейер. Соответственно, нажимаем на стрелочку и давай выберем, допустим, так. Давай попробуем сделать что-нибудь для того, чтобы он просто накладывался. И это было менее заметно, но по ходу дела нам ничего отсюда не подходит. Так, давай мы просто выберем. Нажмем, допустим, 0, 2. Что я сейчас делаю? В том же лейере у нас есть непрозрачность. То есть что делает непрозрачность? Она соответственно уменьшает прозрачность объекта. Мы можем делать это горячими клавишами от нуля, соответственно, до одного для того, чтобы менять это быстро. Либо же можем нажать здесь, выбрать, допустим, 0,3 и вот она, соответственно, наша непрозрачность пикселя с нашей текстурой готова. Давай пока что так и оставим. Далее нам нужно сделать цвет нашего фрейма. Давай мы сейчас вернемся к нему. Соответственно, заливка фрейма любого другого объекта в Figma это Fill. Она у нас справа. Мы можем нажать левее слегка от квадрата цвета и нажать Command C для того, чтобы скопировать и перенести это в новый слой. Либо же можем скопировать сам цвет и в том числе переместить новый слой. Нажимая на квадрат, мы меняем этот цвет. Здесь, видишь, как это выглядит. Давай мы вернемся. Нажмем Command V и получается что-то вот такое вот. Мне, кстати, абсолютно не нравится, как это все выглядит. Давай мы еще раз посмотрим, что у нас было здесь. В плане того, какой у нас режим наложения. Да, видишь, здесь у нас скрин указан. Там просто, соответственно, мы не разглядели того, что нам это подходит. Условно говоря, давай мы приблизим. И что-то у нас, соответственно, мы сделаем ноль. Так, отлично. Ну, давай сделаем что-то вот такое вот, близкое к такому формату, для того, чтобы это использовать. Далее мы куда-то потеряли, соответственно, наш логотип. Абсолютно не понимаю, куда. Давай поищем его в слоях. Ну, то есть, вот они наши два слоя. И так, а мы его спокойно перетаскиваем. То есть, да, логотип у нас просто был внизу. Мы можем, смотри, подписать вот здесь вот слева наш слой. Вот, допустим, логотип. Для того, чтобы мы в дальнейшем не путали, где у нас что? Айд, допустим, БГ. И вообще мы можем здесь нажать замочек, для того, чтобы мы его не трогали больше. Потому что, как бы, мы его сделали и, кажется, использовать его нам больше не надо. Идем далее. Нам нужен шрифт, который мы будем использовать. Для этого нажимаем горячую клавишу T. И, соответственно, создается место, где мы можем писать какой-то текст. Мы можем выбрать и стандартный шрифт, который, соответственно, у нас установлены на нашем устройстве, которым мы пользуемся. Либо же выбрать что-то свое, либо же скачать что-то, что будет красивым. Я буду использовать шрифт drag text. Drag white, точнее. Он стоит... Он платный. Да, давай уточним. Ты же можешь использовать для своего проекта что-то бесплатное, например. Либо же какие-то соответствующие шрифты, которые есть со знакомительной версией, для того, чтобы просто попробовать, допустим, что-то. Давай сразу определимся, как мы можем скачивать шрифт. Для этого мы снова заходим в наш браузер. То есть, и добавить, допустим, еще... Где мы еще можем найти наш шрифт. Давай, допустим, зайдем на тот же самый Behance, где мы искали карточки наших товаров для Валбереса. То есть, здесь мы можем просто написать Кириллик. Кажется, и Кириллик не тогда написал. Ну и что у нас про это? Вот. И здесь у нас, соответственно, есть еще варианты тех шрифтов, которые мы можем пользоваться. То есть, допустим... Давай полистаем. И поищем, что можно было бы в том числе использовать. Ну, например, вот. Для заголовка, именно для заголовка в данном случае, этот шрифт очень неплох. То есть, здесь ты просто смотришь, как это все будет выглядеть в дизайне. Нажимаешь DownlandHare. И скачиваешь разными инструментами абсолютно. Иногда здесь попадают платные шрифты. И новым ты можешь написать, чтобы они были бесплатные. Просто добавим фри в описании, вот как этот, например. И, соответственно, скачав его. С Google Fonts все проще. Здесь у нас все шрифты сразу бесплатные. Они нам доступны. Здесь мы можем написать, соответственно, какой-то текст, который мы будем использовать в нашем дизайне. И посмотреть сразу же, что мы хотим скачать. Давай мы что-то отсюда тоже выберем. Например, Robot Slab. И нажать Dublin Family. Готово. Далее. Как это все установить в твой компьютер? Я буду показывать на примере Мака, но думаю, что в Windows плюс-минус одинаковая ситуация. Мы заходим в файл шрифта. Здесь у нас есть лицензия. Она нам абсолютно не нужна. Здесь у нас есть наши, видишь, шрифты. И здесь почему-то он всего один. Я так понимаю, со всеми вариациями. Сразу давай нажмем два раза на него. Да, и видишь, соответственно, здесь у нас все начертания шрифта в одном файле. Мы нажимаем «Установить шрифт». И все, готово. Соответственно, далее мы просто заходим в Figma. Нажимаем правой кнопкой мыши вот здесь, вот вверху, где вкладка. Здесь такая же аналогия, как с браузером. То есть, и теперь мы можем найти наш шрифт. Давай попробуем робота. Так, слабо. Все, есть. Давай попробуем. Ну, нет, конечно же, этот шрифт нам не подходит. Хотя, на самом деле, я смотрю, и вроде бы и не так же плохо. Просто по причине, что шрифты с засечками больше подходят под что-то более эстетичное. Наверное, так бы правильно называть. Ну, то есть, ресторан, ну, наверное, да, маникюр, ноти, ну, почему-то там тоже такой шрифт любят. Если вы галерея, то вообще отлично. Если вы выставка, то вообще отлично. Но нам нужно что-то более современное, поэтому мы будем использовать, соответственно, наш... Так, давай мы это сделаем. Далее, нам нужно выбрать цвет, который мы будем использовать для нашего заголовка. Вариантов, как и говорил, несколько. Во-первых, в пил, вот здесь, мы можем выбрать, что мы хотим использовать, например. Далее, после того, как мы выбрали, в данном случае, мы, соответственно, у меня уже есть что-то заготовленное. После того, как мы выбрали наш шрифт, мы можем нажать вот сюда, вот на четыре точки, нажать плюс. И ввести, там, допустим, давай нажмем тест. Для чего мы это сейчас делаем? Для того, чтобы в дальнейшем во всем, во всем, во всем, во всем твоем проекте ты мог использовать один шрифт, который ты, если что, через настройки можешь поменять. И у тебя поменяется весь твой проект. Давай посмотрим, как это. То есть для этого мы заходим вот сюда, вот нажимаем снова четыре точки. Выбираем наш, так, заходим вот сюда. Просто нажимаем на пустую область. Давай выберем наш Black Gray. Это тот цвет, которым я пользовался все время. Давай, допустим, выберем красный. И видишь, все, все абсолютно места, где он был использован, поменялись в красный. То есть вообще по всему проекту. И это очень удобно. Если вдруг ты и сделал, и понял, что фигня, и кажется, нужно переделать, и хотелось бы цвета другие. И, соответственно, это отлично подойдет. Так, давай мы его снова выберем. Здесь у нас готово. Давайте посмотрим по отступам. Всегда смотреть, чтобы левый отступ был меньше, чем правый отступ. Обязательно. А лучше, и сейчас это, чтобы правый был слегка побольше. Так будет удобнее просто читаться, и это будет сильно лучше выглядеть. То есть это мы и сделали. Давай посмотрим, сколько у нас здесь было... Какой у нас был размер. 70. Здесь мы, соответственно, также сделаем 70. То есть размер шрифта пишется вот здесь. Вот здесь пишется, соответственно, его расстояние между строками, которое мы можем просто перетягиванием менять. Далее. Здесь у нас расстояние между буквы. Тоже можем менять перетягивание. И расстояние между абзацами. Тоже можем менять перетягивание. Вот. Здесь у нас выровнять слева, выровнять по центру, выровнять справа. Здесь такая же история, просто по высоте. Это нам все не нужно сейчас. Давай далее. Возьмем наш рюкзак для начала, для того, чтобы это все было просто... Потом добавлять для того, чтобы было просто контент. Вот. Мы возьмем вот этот вот вариант, скопируем его на Command C, перейдем сюда и нажмем Command V просто. Переносим его в наш фрейм. Как видишь, у него белый фон. Он не с прозрачным фоном, но нам нужен прозрачный. Как это сделать? Но в сложном варианте мы бы могли зайти в Photoshop и вырезать это все было бы сильно круче, чем мы сделаем сейчас, но и дольше на какое-то время. Мы этим заниматься не будем. Ко причине. Та вещь, через которую мы сейчас вырежем на автомате, она хоть и делает неровные краи, но когда мы будем делать-то почти на белом фоне, ну то есть это не сильно будет отличаться от того, что у нас есть, мы бы вообще могли сделать, соответственно, секунду, допустим, выбрать здесь Darken, и вот у нас он практически вырезан. То есть мы можем это использовать и не париться вообще. То есть, но я бы, наверное, все-таки хотел обрезать вот эту вот часть, поэтому мы его вырежем. Вот. То можно, в принципе, если у тебя там был светлый фон, и он остается тоже светлым, нужно его просто чуть-чуть подменять, мы для этого будем пользоваться плагином Icons8 Background Remover. Заходи так же само в поиск комьюнити по плагинам, вводи вот это название, после, соответственно, у тебя он появится снова в плагинах, и ты можешь просто нажать Icons8 Background Remover, и мы в Background нажимаем, это когда мы вводим по поиску, соответственно. Он какое-то время отправляет это все на свои сервера, и мы в этот момент ждем. Можно выпить водички, например, или выдохнуть. Все, готово. Видишь, он все сам обрезал, и, кстати, вполне себе отлично обрезал. Но если бы мы делали его сверху, как видишь, мы текст просто во фрейм не засунули, и нам нужно бы его найти. Так, давай мы его повышаем, мы его засунули просто, его нужно было повыше поставить. Так, нет. То есть, если бы мы делали, грубо говоря, рюкзак надо текстом, но почему-то он у меня так не хочет делаться, и я, кстати, не могу понять этой причины. Хотя, наш слой изначально выше. Это какая-то довольно странная история. Ну, давай мы сделаем вот так вот, наверное, и нам все равно не поможет. А, соответственно, почему это так случилось? Потому что у нас тут Dark указан, и, соответственно, если мы вернем наше отображение, то все будет отлично выглядеть. То есть, и здесь, вот как раз-таки, допустим, на черном мы видим вот эти вот неровности, которые в дальнейшем будут только сильнее заметны. Соответственно, поэтому, поэтому, вот видишь, если мы так вот сделаем, мы не можем его использовать на темном фоне, используя такой метод вырезания. Но, вот, используя его сейчас там, допустим, в проекте со светлым фоном, то это вполне отлично выглядит. Смотри, я все сейчас сменил, это делать с Command Z, если нам нужно сделать назад, и Command Shift Z, если нам нужно сделать вперед. Соответственно, Ctrl Z и Ctrl Shift Z. Вот. Давай его поставим как-то аккуратно. Опять же, нам нужно обрезать углы, для этого зажимаем Command, точнее, не углы, а отступы уменьшить. Для этого мы просто уменьшим их, с помощью обязательно зажимай Command, потому что ты, если его не зажмешь, то будет, соответственно, при вот таком вот, соответственно, суверирование будет меняться наши параметы изображения. Нам это не нужно, нам нужно просто обрезать, поэтому зажимаем Command и вперед. Вот. Проверяем. Я, на самом деле, смотри, я уже думаю, что о том, что у нас здесь было обрезано. Я думал о том, чтобы сделать, возможно, то есть вот здесь у меня есть дополнительная тень, которая делает этот рюкзак, и, наверное, можно было бы в том числе попробовать и необрезанную картинку сюда вставить, и сделать вариант с зеркальностью, как у нас вот здесь вот, для того, чтобы попробовать несколько вариантов. Давай мы сейчас это сделаем. То есть это мы пока что убираем, это мы вставляем сюда, выбираем здесь Darken, и соответственно вот так вот оставляем. Я думаю, что просто это нам не подойдет, потому что у нас не так много места для самого рюкзака, которое мы можем использовать, но в целом, давайте сравним с тем, что у нас было, но возможно, можно и так оставить. Далее, давайте сделаем теперь вот эту вот часть, Bomber Reguler. это модель нашего рюкзака, то есть, соответственно, из чего у нас стоит обычный круг с градиентом. То есть, видишь, здесь цвет чуть-чуть темнее, здесь цвет чуть-чуть светлее. И наш шрифт, который мы используем. Для этого, давай увеличим, нажимаем горячую клавишу O, создаем наш круг. Горячие клавиши, Command и квадратные скобки мы можем перемещать, вот видишь, между слоями наши элементы. Давай сделаем его, соответственно, под слоем с рюкзаком. Давай сделаем поменьше сразу. И здесь, соответственно, нам нужно сделать градиент. Мы будем брать, соответственно, такой же оранжево-красный, как я сейчас, соответственно, сделал такой же цвет. Я нажал горячую клавишу I, это пипетка. И ты можешь здесь, видишь, выделить все, что тебе нравится, для того, чтобы это можно было использовать. То есть, ну, мы возьмем такой, дальше нажимаем на заливку fill справа. И здесь мы, соответственно, выбираем вместо Solid, Radial. То есть, мы делаем радиальный градиент. Здесь у нас появляются две точки, откуда идут цвета с их непрозрачностью. Мы делаем ее полностью сто процентов с двух сторон. Давай здесь мы чуть-чуть смахнем нашу точку градиентом. Сделаем потемнее. Наверное, что-то вот такое более насыщенное. И это готово. Давай дальше вставим наш текст. Давай сделаем поменьше. Зажимая клавишу shift, как видишь, размер текста делается на 10, не зажимая, на 1. Это важный момент, который он уже запомнил для своего удобства и для быстроты редактирования работы. Соответственно, горячая клавиша V мы выбираем нашу мышку. Выравниваем. И смотри, не визуально, ну то есть на самом деле он по центру. Этот элемент стоит относительно круга, но визуально как будто бы он чуть-чуть ниже, потому что у нас отступы разные. То есть всегда делаем акцент на том, как это видит человеческий глаз, а не на том, что в цифрах, соответственно, по краям. То есть проверяем. Ну, наверное, еще поменьше. И делаем вот так вот. Зажимаем Shift, выделяем два слоя. Видишь, соответственно, они у нас подсветились. И нажимаем Command-G. Теперь мы добавили это все в отдельную группу для того, чтобы нам было удобно с этим дальше работать. Давай назовем это просто, не знаю, Name, для того, чтобы мы сами не спутались. И выровняем вот здесь вот уже ее плюс-минус одинаково относительно верхней оси и правой оси. Ну, точнее, верх и правого края. Готово. Давай посмотрим, сколько у нас здесь отступ. Здесь 42, здесь 46. Давай вот эту вот часть манерная тоже выровняем. Проверяем. Да, окей. Здесь, кстати, можно и 47 оставить как там. Наверное, я думаю, что даже это будет правильно. Итак, давай дальше. Что у нас еще здесь остается? То есть нам сейчас нужно будет сделать вот эти вот карточки. И видишь, у меня здесь тоже такой эллипс есть, который я использовал для того, чтобы просто слегка подсветить наш круг. Для этого я выделяю, зажав Command, чтобы, соответственно, обойти группу. То есть так я нажимаю. Видишь, вся группа выделилась. Если я зажму Command, я могу выделять отдельный слой из группы. Или Ctrl на Windows. Я, соответственно, зажал Command, выделил наш отдельный слой и через Alt перетащил его, чтобы сделать дубликат. Далее, видишь, он у меня в группе. До сих пор я его отсюда переношу. Делаю максимально большим. Ну, что-то вот такое вот, например. Делаю его под всеми нашими слоями. Как видите, здесь у нас из-за того, что это не вырезано, а просто режим наложения применен, у нас, естественно, рюкзак чуть-чуть изменился. Но это ничего страшного, потому что мы сейчас наши заливки, соответственно, в любом случае, меньше сделаем, менее заметными. Смотрите, нам что-то вот такое вот. А здесь мы вообще сделаем линию на самом деле. То есть, где цвет будет вот тут вот. А здесь мы будем делать, допустим, вообще прозрачную историю. Здесь делаем стопроцентную прозрачность. Здесь сделаем тоже слегка непрозрачную, так, чтобы это было едва заметно, чтобы это просто добавляло какого-то шарма нашему изображению. отлично, это есть. И давай вернемся к нашим карточкам, которые мы будем использовать. То есть, мы, соответственно, делаем ректангл с горячей клавишей R, делаем скругление углов, это делается вот здесь вот справа, соответственно, выбираем 20. Давай пока что цвет сделаем вот такой вот, для того, чтобы было удобно это все переносить. Через Alt мы дублируем текст. Давай вспомним, что у нас было в прошлом, в исходном варианте это защита от краша в первом случае. Давай мы так и напишем. То есть, соответственно, дальше мы тянем за правый край и делаем текст по размеру нашего ректангла, по его, соответственно, ширине. Далее, здесь мы делаем текст поменьше, я думаю, что где-то вот так вот, и выравниваем его по центру, это делается вот здесь вот. Далее, мы смотрим, какой у нас был соответственно изначальный цвет и делаем просто, допустим, ему непрозрачность. 7, например. Сейчас ты на самом деле не смотришь, смотрите, потому что у нас здесь фотографий еще нет, но потом это будет 100% внутри случаев, чем если бы у нас был одинаковый цвет текста здесь и здесь. Все время старайтесь эти вещи разделять описание и заголовок, например, и кнопок в том числе. Давай мы выберем нашу фотографию, мы здесь брали эту, то есть мы нажимаем на фотографию, дальше мы нажимаем здесь не Command C, а нажимаем вот сюда, вот правее от самой фотографии в панели инструментов, вот здесь мы нажимаем Command C, нажимаем на наш прямоугольник и нажимаем Command V. Получилось. Дальше нам надо слегка обрезать, для этого мы уже нажимаем на саму фотографию, нажимаем здесь соответственно не Fill, а Crow, и мы можем передвигать наш рюкзак относительно вот этого вот ректангла, ректангл сам не передвигается, это очень важно и очень крутая функция. Готово, давай сделаем тень, для этого мы снова нажимаем на наш объект, заходим в панель инструментов, эффекты, просто нажимаем на них и мы уже создали Drop Shadow. Нажимая на иконку мы можем создавать допустим Blur, это размытие, давай сделаем его больше, и здесь у нас соответственно не произойдет, делаем ее 15, проверяем, я считаю отлично выглядит, единственное, что поменьше конечно нужно сделать будет, потому что уж очень мы перебращили, для этого выделяем наши два слоя, нажимаем K и делаем поменьше, то есть с помощью выравнивания, дальше нажимаем V и все у нас готово, смотри, что мы здесь можем сделать, выделяем два слоя снова, нажимаем Shift A, создается автолейаут, его еще можно соответственно было бы создать, нажав правой кнопкой мыши, и давайте сейчас здесь найдем вот он это автолейаут, для чего это нужно, у нас здесь вот такая вот панель появилась, здесь мы просто ставим эту штуку вверху по центру, это выравнивание этих двух элементов, и есть, что у нас здесь есть отступ, то есть мы теперь можем отсюда его удобно редактировать, при создании следующих двух карточек, двух этих элементов, ты поймешь, что это удобно, давай мы сразу сделаем еще одну, соответственно, здесь мы уже напишем, то что у нас есть отдельное отделение для карт, и поймем, что что-то не так с нашим текстом, ну то есть, да, он значительно конечно поменьше был, давай мы сейчас здесь делаем то же самое, так, или нет, у нас, соответственно, здесь смотри, 3368, а здесь у нас 40, давай пробуем тоже, 3368, не помогает, давай сделаем 24, например, и здесь мы тоже давай сделаем 24, наш текст, то есть все, готово, здесь бы я, наверное, сделал бы от, с новой строки, то есть, чтобы это было лучше читаемо, здесь все отлично, проверяем, давай мы здесь тоже сделаем между вот этими вот, видишь, здесь у нас от лояут, здесь у нас от лояут, мы выделяем их два, нажимаем снова shift A, и уже можем менять этот отступ и здесь, отлично, давай мы сейчас сделаем примерно 60, хорошо, и добавим фотографии с отделением для карт, где у нас это видно, вот она, нажимаем, соответственно, чуть левее фотографии, и нажимаем command V, при нажатии на наш ректангел, далее мы снова нажимаем на фотографии, нажимаем crow, и делаем ее слегка побольше, чтобы, и делаем ее слегка побольше, чтобы просто было понятно, как, для чего, что мы подразумеваем, когда говорим, что есть отделение для карт, где оно и так далее, далее, нажимаем command D, и здесь, опять же, мы с тобой добавляем наш элемент, мы сделаем про удобное хранение, так, давай, соответственно, напишем, отлично, и давай добавим фотографию про удобное хранение, я ее, наверное, возьму отсюда, потому что, а, нет, она у меня есть вот здесь, то есть мы ее копируем, и вставляем, готово, видишь, у нас здесь цвет зеленый, но в целом-то это наш рюкзак, просто цвет другого, но так как у нас есть серый цвет, то мы обрезаем эту часть так, чтобы не было видно, что он зеленый, и это просто нужно для того, чтобы не путать нашего пользователя, ну, тут чуть-чуть будет видно, но это ничего страшного, то есть это уже не так бросаемо в глаза, все готово, давай мы это все подвыровняем, ну, примерно вот так, вот давай посмотрим, здесь 56, нажимай Alt, а здесь 71, давай сделаем его побольше, здесь 66, здесь 61, ну, вот давай как-то вот так вот мы с тобой попробуем сделать, проверяем с нашим изначальным вариантом, давай мы его сейчас прям перенесем сюда, для того, чтобы мы могли сравнить, ну, как-то вот так, вот так, единственное, что, что-то непонятно, так, давай мы выравним наши два объекта, и вот, получается что-то вот такое вот, мне, кстати, второй вариант нравится больше, но так всегда, когда ты переделываешь дизайн, то все время каждый новый вариант тебе нравится чуть больше, потому что ты вспоминаешь какие-то штуки, которые можно сделать, чтобы выглядело лучше, хотя на самом деле здесь толком ничего такого не сделано, то есть здесь чуть-чуть портфель по-другому поставлен, и, наверное, действительно сыграл какую-то большую роль, вот, и давай ради интереса мы с тобой возьмем, мы с тобой возьмем наш вариант, который, соответственно, прислал пользователю, и как-то вот так вот, на что хочется больше кликнуть, решать исключительно тебе, тут у каждого свое мнение, но в целом, наверное, думаю, все согласятся, что это сильно лучше выглядит, чем вот этот вариант, поехали дальше, смотри, дальше, у нас все на самом деле тут быстро и просто, поэтому тут осталась маленькая часть урока достаточно, потому что мы с тобой основы там какие-то уже прошли, и давай мы сейчас далее сделаем экран про большую вместимость, то есть для этого мы создаем с тобой просто через альт переносим этот фрейм, удаляем с него все слои, вот здесь можем прям просто выделить все это и удалить, бэкграунд нам здесь тоже вообще не нужен, мы здесь будем его использовать серым, насколько я помню, да, и я здесь еще добавлял вот этот же эллипс, давай мы его скопируем, так, и вставим его соответственно сюда по центру и чуть-чуть вот так вот сделаем, далее сделаем здесь перекрутим для того, чтобы он был сверху, то есть смотри, что я сейчас сделал, он у нас изначально был, то есть здесь есть заливка, здесь ее нету, нам надо сделать так, чтобы заливка была сверху, для этого мы вот здесь ждем, пока будет элемент прокрутки, зажимаем shift и прокручиваем его на минус 90 градусов, то есть, соответственно, и как-то его уменьшаем, наверное, слегка готово, как видишь, это практически незаметно, но именно такие маленькие детали делают наш дизайн каким-то узнаваемым, более приятным для человека и так далее. Поехали. Нам нужно добавить, давай начнем с заголовка и двух карточек, то есть, соответственно, мы просто отсюда копируем наш заголовок, выравниваем его по центру, здесь мы можем его сделать чуть-чуть выше, потому что здесь у нас был логотип, и пишем, соответственно, большая вместимость, давай, готово. Далее, нам нужно создать две карточки и логика-то, кстати, абсолютно такая же, как и с этими, то есть, давай мы просто скопируем вот эту, тректангл, здесь мы сделаем 500 на 500, ну, это просто как пример, удалим это изображение полностью здесь тоже удаляем, просто fill добавим белый, то есть, что я сейчас сделал, видишь, здесь fill, минус нажимаем, удаляем, то есть, ректангл наш остается, но заливки никакой нету, то есть, он прозрачный сейчас. Мы нажимаем с тобой fill, здесь выбираем наш цвет белым и готово, то есть, тень у нас чуть-чуть грубая из-за того, что большой элемент достаточно, поэтому давай мы тень сделаем, и, соответственно, тень тоже пропорционально уменьшилась, давай мы сделаем 35, наверное 40, 50, ну, не очень, давай попробуем что-то другое, давай попробуем, например, здесь сделать просто 10, и уже сильно лучше, ну и давай мы финальный штрих, сделаем здесь 30, и вот да, то, что нам нужно. Мы возьмем для вот этого элемента две фотографии, которые у нас, соответственно, будут на главном сайте, их почему-то не добавил фигмы изначально, поэтому мы сейчас будем с тобой искать из браузера, вот они у нас, с вариантами вмещения, то есть, мы просто нажимаем право окна, крыша на них, копируем, вставляем, не обязательно сюда, но можно, соответственно, просто, соответственно, копировать и вставить в наш ректангл, я это сейчас сделал так, но в изначальном варианте я вырезал, видишь, здесь нет их, но сейчас я понял, что, наверное, лучше все-таки вот так вот, не вырезая, с отражением, для того, чтобы это было как тень, то есть, давай мы сейчас сделаем это вот так, ну, вырезал, и, соответственно, через плагин, которым мы пользовались до этого, если вдруг ты захочешь так сделать, вот, и берем вот такой вот вариант, вставляем и его, и все, готово, дальше мы все выравниваем, давай мы здесь сделаем какой-то более понятный отступ, давай, например, мы сделаем вот так вот, дальше выравниваем, да, 55 сили, окей, сделаем вот так вот, и проверяем, не многовато ли, наверное, чуть-чуть не можно, ну, поменьше, конечно, сделать, но в целом, уже хорошо, уже мне нравится, так, далее, под ними пишем описание, для этого просто копируем с помощью вальта опять текст, и пишем для, я вначале писал для, ну, давай, для работы, опять мы делаем какую-нибудь заливку, другую, для того, чтобы текст отличался, можно было бы и текст другой взять, например, но начертаний нету, а используем гиллрой, или что-то, ну, классическое, в данном случае мы не будем, потому что у нас, в принципе, это везде только заголовки используются, дальше, здесь мы снова делаем, артлайл через шифт-эй, для того, чтобы просто было с отступами работать, давай мы его сделаем 30, неплохо, здесь мы снова переносим для работы, а здесь мы напишем и отдыха, и путешествия я бы написал даже, хотя и отдыха тоже понятно, как с этим не было, у меня вначале вариантий был для отдыха, здесь, ну, наверное, тоже давай напишем для отдыха, но это не по той причине, что как-то текст лучше будет цеплять человека, а исключительно потому, что он очень большой, вот и путешествие, мне не нравится, как он выглядит, давай и отдыха сделаем, и вообще все отлично у нас будет, и все по красоте, далее, нам нужно найти иконку, смотри, как я нашел иконку там, с тем, что он складывается, я просто зашел на пинч, давай мы сейчас все быстро скопируем, ввел сюда название нашего портфеля, как видишь, вот они у нас, здесь, здесь у нас есть, соответственно, наши, вот они, варианты, того, что мы могли бы использовать, пользовать, ну, соответственно, просто отсюда можно подчеркнуть, какие-то дополнительные фотки, но важный момент, что здесь, как правило, качество очень плохое, и для финального дизайна, конечно, это не годится, здесь в основном референсе нужно искать, но мне нужны были иконки, поэтому ничего страшного, то, что я их возьму, отсюда не будет, то есть, соответственно, зажимая, видишь, это я сейчас, не зажав никакую клавишу, перемещаю, и получается, не то, что нам нужно, зажимая Command, обрезаю вверх, обрезаю здесь, ну, давайте, наверное, вот так вот, как-то обрежем, это мы пока что оставляем, я это вот так вот, банальным образом, потому что циферашки нет, никаких инструментов фотошопа нет, к сожалению, и вот так вот страдать приходится, но как страдать, опять же, так, проверяем, выделяем два элемента, нажимаем Command, и давай мы сейчас, осталось, конечно, чуть-чуть это все подрезать, чтобы получше выглядело, то есть, для этого мы что делаем, ну, давай сделаем вот так вот, проверяем, неплохо, но сделаем чуть-чуть вот так вот, чуть-чуть вот так вот, и справа тоже слегка, после, делаем закругление 20, так, и что-то у нас пошло не так, так, мы сделали здесь закругление, оно нам не нужно, то есть, той плашки, которую мы, с которой мы, естественно, убирали, здесь почему-то у нас изображение не, так, ладно, давайте сделаем вот так, а, мы группу, соответственно, меняли, края группы именно, а изображение у нас маловато, для этих краев, то есть, мы это сейчас исправили, дальше здесь, мы с тобой сделаем, давай, допустим, мы можем оставить это белым, как вариант, а можем, можем, соответственно, мы можем оставить это белым, как вариант, а можем, соответственно, допустим, ну, во-первых, давайте тень сразу накинем, так, хорошо, и давай попробуем строк накинуть, на единичку, так, давай здесь на один пиксель повыше, чтобы этого не было видно, и получится что-то вот такое, вот, ну, нормально, неплохо, но давай мы, знаешь, что, попробуем еще, то есть, darkening сделать, и вот так вот уже сильно лучше будет, кстати, можно было бы и без тени, смотри, и что здесь случилось, это мое, соответственно, моя вот эта штука дала себе знать, то есть, то, чем я скрывал наши неровные пиксели, ну, не неровные, наш текст, чем я скрывал, так будет более точно, ладно, давай мы это уберем вообще, и здесь просто обрежем, как нам нужно будет, то есть, здесь, делаем вот так вот, делаем вот так вот, и готово, то есть, с нашей иконкой с тем, с информацией про то, как он раскладывается, есть, далее, что мы здесь делаем, мы выделяем наш текст, снова его копируем, сюда уже, и давай найдем в наших УТП, какую-то информацию про то, что нам необходимо, здесь написать, то есть, я бы здесь, соответственно, я здесь писал какую информацию, то что, так, давай найдем, здесь специальный быстродоступ, смотри, я, короче, я вырезал просто отсюда текст, а не скопировал, и поэтому он у меня там, но в целом, соответственно, так лучше не делать, вот видишь, у нас, соответственно, открывается под прямя, это было написано там, я почему-то не Command C нажал, а Command V, поэтому все вот так вот и случилось, неловко, но в целом, главное, что он сохранен, давай, сделаем поменьше, далее, здесь уже, мы можем нажать на три точа, и видишь, у меня все было капсом, мы можем нажать на минус, и сделать это все не капсом, для того, чтобы, опять же, просто лучше выглядело, и хоть какой-то контраст был между текстом, давай, сделаем что-то такое, дальше, здесь мы можем снова сделать автолейаут, и выровнять это все по центру, ну, собственно, это сейчас и сделано, но почему-то, кстати, незаметно, соответственно, незаметно, потому что у нас текст чуть-чуть побольше, давай мы здесь уменьшим размеры, мы можем нажать просто, ну, в принципе, здесь у нас все сделано, поэтому просто мы можем вручную уменьшить его размеры, вот так вот, и выровнять снова по центру, получаем что-то вот такое вот, вторая карточка готова, что нужно проверить, перед тем, как сказать, готово, ничего не сделал я, нажать Alt, и посмотреть отступы, вниз здесь 80, здесь вверх 99, ну, то есть, а здесь у нас 111 отступ, то есть, здесь можно побольше сделать, 90, 100, и, ну, ладно, в принципе, главное, что визуально это хорошо выглядит, поэтому оставим так, 94, 80, окей, пускай остается, вторая карточка у нас готова, но, значит, мне не нравится, мне не нравится этот цвет, здесь у нас текстура хоть какая-то была, и поэтому все сильно лучше, давай мы просто по текстуре пипеткой выровняем, и, давай, проверим, ну да, мне так нравится больше, но, соответственно, ты даже сделаешь этот пример, выбирай сам, что именно ты будешь использовать, поехали дальше, опять же, дублируем нашу карточку, так, давайте мы одинаковые отступы, для большей педантичности, и посмотрим, что мы будем делать, мы будем делать информацию про защиту от краш, для этого мы удаляем отсюда все, не нужны, здесь сделаем саму непрозрачность наших градиентов, кстати, у нас не ха-центра, да, и мы их выровняем, здесь сделаем 100, и дальше уже будем, соответственно, менять непосредственно по цифрам, нашу непрозрачность этого эллипса, для того, чтобы мы могли сюда красиво подставить портфель, давай выберем нашу фотографию, которую будем использовать про защиту от краша, это будет вот это вот, вставляем ее сюда, и опять же, здесь я ее вырезал с помощью плагина, давай попробуем, как это будет выглядеть с помощью вот этого вот, и опять же, да, я просто почему-то изначально не подумал, когда делал первый свой вариант, так, видишь, почему у меня были изначально строк, я не вижу краев, из-за того, что цвета похожи достаточно, давай мы просто сейчас его накинем, чтобы можно было ориентироваться, строк это блатка, соответственно, так, проверяем, делаем поменьше, угу, и смотрим, ну, выглядит уже хорошо, давай сделаем поменьше, наверное, но поменьше мы делаем, потому что здесь текста будет много, и дальше, сюда мы делаем защиту, откраш, так, отлично, здесь заголовок вставляем таким же, и здесь у нас, видишь, был текст, скрытая молния, деление за спиной, бла-бла-бла-бла-бла, мы это сейчас тоже все добавляем сюда, так, наверное, их вырумем по верху, рюкзак делаем поменьше, и здесь просто вставляем наш текст, то есть, смотри, я вставил его, потому что я сразу со стилистикой скопировался у меня, а бывает иногда такая ситуация, что мне сюда нужно вставить только текст, а чтобы стилистика вот такой вот размер остался, для этого ты выделяешь текст, нажимаешь правую кнопку мыши, и нажимаешь past hair, то есть видишь, и все остается такого же, ну и размера, и по такой же по стилю, здесь мы просто, для приличия, сделаем автолайаут, сделаем отступ 20, для того, чтобы нам удобно было с этим слоем работать, так, делаем по центру, проверяем, соответственно 90, здесь реальный отступ, чтобы увидеть, нам нужно через комнату, урезать изображение 50, 90, но давай проверим, как это будет в принципе выглядеть, вот так вот, уже хорошо, давай сравним с тем, что у нас было в оригинале, и здесь, как видишь, выглядит сильно лучше, потому что, наш эллипс там, виднеется, получше, конечно, и давай пробуем, вот что-то вот так вот сделать, и как будто бы, ну давай вот так, и да, уже хорошо, убираем наш строк, он нам теперь не нужен, так, вот здесь нажимаем, просто минус, и дублируем это все, так, готово, дальше, смотрим, что у нас было здесь, а здесь у нас, просто фотографии начинаются, мы снова удаляем вообще все, что здесь было, переходим в наши фотки, берем, соответственно, которая нам нужна, вставляем ее, и смотрим, выравниваем, так, отлично, теперь, что нам нужно сделать, нам нужно с тобой, будет сделать подложку под наш текст, для этого мы создаем ректангл, горячий клавиш, и еще раз напоминаю, делаем здесь, закругление углов, копируем наш текст, давай вспомним, что у нас тут за текст, распределение веса написано, ну, давай, сделаем, делаем поменьше его, так, я думаю, что что-то, ну, давай, шестьдесят, нет, давай, шестьдесят пять сделаем, отлично, давай, теперь, сделаем что-то вот такое вот, и здесь мы тоже создадим, автолейяут, зажав, шифт, и смотри, что произошло, теперь, когда мы меняем текст, подложка, нижняя ректангла, сама автоматически подставляется, и давай мы сразу же проверим, точнее, сразу же на нее накинем вот такой вот наш градиент, то есть мы его просто здесь копируем, нажав на, соответственно, на наш круг, и нажав здесь, через Command, мы все вставляем, а текст мы делаем таким сероватым, готово, дальше нам нужна тень, тень мы возьмем, допустим, с этой карточки, здесь мы нажимаем, и копируем ее сюда, проверяем с нашим изначальным вариантом, здесь он чуть-чуть побольше, и наклонем, ну, давай мы, собственно, это и сделаем сейчас, наклоняем совсем чуть-чуть, для стилистики, и делаем поменьше, здесь уже через Key можно сделать, просто вот, что-то вот такое вот, готово, дальше мы просто это все дублируем, копируем отсюда текст, который у нас, соответственно, мы будем использовать, ощущается на 20-25% флегча, и здесь мы просто поменяем местами, сделаем контраст, и наш радиальный градиент, мы сделаем таким белосерым, для того, чтобы, для того, чтобы это все можно было легко считывать, так, давай сделаем вот так, вот, готово, и чуть-чуть в другую сторону, это все наклоним, так, выравниваем это по центру, это по центру, объединяем всю группу, выравниваем снова по центру, и получается что-то вот такое вот, как видишь, мне нравится, давай дальше, так, здесь, соответственно, мы тоже добавим фотографию, сейчас мы вот это вот оставим, одно, потому что это нам понадобится, просто из группы выкинем, соответственно, этот элемент, видишь, из группы осталось, даже не в том, что я до этого удалил, прям в группу мыши, и нажимаем on group, отсюда выкидываем эту фотку, и добавляем, ту, которую мы будем использовать, мы возьмем что-то летнее, близкое к летнему, и вставим сюда, то есть, давай мы сразу же, выделяем наш фрейм, и выравниваем все по центру, опять, готово, здесь, делаем его под, вот этой штукой, плашкой, и пишем наши утп, дополнительные, которые мы и будем здесь использовать, то есть, давай мы возьмем, вот это вот, дальше, через alt, мы возьмем, почему-то я из биппорт написал на английском, но я, видимо, просто копировал, из биппорт, для зарядки, и защиты от порезов, отлично, здесь, смотри, они все чуть-чуть наклонены, давай выделим все три, наклонены у нас вот здесь, поставим ноль, сделаем их вот так вот, и саму фотографию, мы сейчас слегка вправо уведем, и кстати, на самом деле, айпкепку-то лучше и не делать, даже, наверное, вот, чтобы она заполняла, а мы можем просто человек самого сделать побольше, так, нет, там все-таки нужно чуть-чуть уменьшить, для того, чтобы сам портфель был виден, и да, на самом деле, мы даже здесь ничего менять и не будем, так, делаем поменьше, здесь делаем вот так вот, отлично, фотография есть, здесь, конечно, есть пустое пространство, куда мы проваливаемся, и как будто бы здесь тоже что-то должно быть, но в целом, давай мы, наверное, можем знать, что сделать сюда, логотип поставить, просто, чтобы мы не проваливались совсем в пустоту, ну, точнее, когда мы смотрим, мы не начинали смотреть в пустоту, чтобы хотя бы что-то, какая-то смысловая нагрузка здесь была, ну, вот так вот делаем, но в целом, пускай будет так, неплохо, проверяем, получились пять вот таких вот карточек, как видишь, это все у нас заняло, абсолютно даже если ты не знал, никогда в жизни не работал с фигмой, ну, я думаю, что ты много стоял на паузу, и что-то там повторял, но я думаю, что это заняло в целевом случае, там не больше двух-трех часов, а когда делаешь это с нуля, там, допустим, вот это вот, вот эти вот пять карточек с полной подготовкой, я сделал за два часа, плюс-минус, ну, опять же, потому что много пробуешь, многое меняешь на старте еще, вот, но в целом, это все легко, опять же, напоминаю, что делает все, ты можешь скинуть мне свою работу для того, чтобы я дал какую-то консультацию, либо рекомендацию, вот, соответственно, так же, ты можешь обратиться ко мне, чтобы я сделал тебе карточки под твой marketplace, давай мы сейчас это все, соответственно, сохраняем, смотрим, и, соответственно, будем прощаться, так, нажимаем наш экспорт, соответственно, для того, чтобы в дальнейшем ты мог это все перенести на нужный тебе marketplace, нажимаем сохранить, и видим это все на наших загрузках, то есть, вот такое вот у нас изображение, готово, ставь лайк, если понравилось, подписывайся на меня, чтобы узнавать о дизайне больше, и каждый день, здесь очень много контента, который направлен все-таки не на профессиональных дизайнеров, а моя задача, я считаю, показать тебе о том, что дизайн бывает разный, и любая цифровая профессия бывает разной, и чтобы ты мог для себя ставить какое-то свое мнение о любой из них, и понять, а что тебе нравится, а что нет, и, возможно, как в дальнейшем пойти, соответственно, складывать свою будущую жизнь с этой профессией, спасибо, что посмотрел это видео до конца, напиши в комментариях, как тебе, что можно улучшить, соответственно, о чем еще ты бы хотел, чтобы я рассказал, я обязательно на все отвечу, все посмотрю, и буду тебе очень благодарен за любую обратную связь, спасибо, что был со мной эти полтора часа, наверное, и до новых встреч, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok